Строительство этого гнезда началось еще в феврале, когда за окном стоял 30-градусный мороз, а в помещении у параистов было минус 6. Постройка получилась внушительная, диаметром полтора метра. Ее сделали прямо на полу зимнего домика, натаскав туда полтонны веток и сена. Высота постройки сейчас уже метр, однако Гоша продолжает упорно строить. Этот год у нас в Рязанском доме Белого Аиста начался очень интересно. В частности, нелетная пара самочка Руслана и самец Гоша, которые размножались у нас уже в прошлом году, они сделали необыкновенную раннюю кладку на месяц раньше срока. Мы предполагаем, что это связано с тем, что зимовали они в домике, который более чем наполовину сделан из стекла. У них был естественный световой день, но теплые условия и избыток пищи. Это могло спровоцировать раннее начало размножения. Птенцы у пары появятся примерно через две недели. Когда станет теплее, молодняк отсадит в летний вольер, где они смогут гулять. Позднее, когда Аисты подрастут, птиц выпустят в дикую природу. А вот этот Аист Фунтик – это прошлогодний птенец Гоши и Руслана. Это самочка, у нее травмировано крыло. Здесь ее еще называют Фунтия. Она не летает, поэтому живет здесь. Для нее тоже уже нашли пару. Это у нас Аист Петя, Петр. Он в прошлом году приехал из Питера, из реабилитационного центра Велес. Предполагалось, что он хорошо летает, что мы его выпустим потом. Но оказалось, что у него тут впоследствии старой травмы крыла. Летает он плохо. И он у нас навсегда останется здесь. Образует пару с самочкой уже для него готова. И мы надеемся, что будет дальше тоже успешно размножаться. Всего в Рязанском доме Белого Аиста сейчас шесть птиц. Вот это самая пугливая пара Мартина Клара. Их только привезли сюда из Москвы. Они еще привыкают к новым условиям здесь. Это сложившиеся пары. Они должны тоже здесь загнездиться в этом году. По крайней мере, на это надеются орнитологи. Эта пара у нас здесь находится недавно. Сегодня всего лишь третий день. Их зовут Мартин и Клара. Клара – девочка. Это вот та птичка, у которой крово висит. А это вот Мартин. Они к нам приехали из московского орнитария. Там они находились несколько лет. Составили пару. Там был еще один у них летающий самец. Ну вот девочка выбрала такого же неспособного к полету самца, как она сама. Они демонстрировали парное поведение. Показывали этому третьему самцу, что он в их союзе лишний. Гнездо в московском орнитарии Мартин и Клара, правда, не построили. Там для этого не было условий. Однако здесь, в доме белого аиста, все для этого есть. Так что орнитологи надеются, что со временем в Рязанской области популяция аистов увеличится. Олеся Катрувская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».